Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Алгоритм выбора метода операции... Да, двуслойная, однослойная методика. Двойным методом это будет двухэтапным, одноэтапным. В данном алгоритме мы можем при наличии измерений и клинического осмотра сделать выбор в сторону той или иной методики в области множественной рецессии десны для устранения ее оперативным методом. Противопоказания для применения метода лоротиного лоскута в области устранения рецессии десны множественных противопоказаний. 3 и 4 классы рецессии, высокое клиническое прикрепление десны и мелкое преддверие полости рта, то есть наличие слизистомышечных тяжей выраженных. Давайте рассмотрим отдельно каждое из этих противопоказаний. Почему 3 и 4 классы рецессии? Обращу ваше внимание, что весь метод ротированного лоскута основан на совмещении хирургических и анатомических сосочков доэпитализированных. Соответственно, при 3 и 4 классе рецессии есть либо полная утрата междузубных сосочков, поэтому при невозможности ничего совместить метод отпадает сам по себе. Высокий уровень прикрепления клинического десны тоже, естественно, попадает в этот же разряд, потому что при такой патологии, при такой рецессии десны, невозможно ничего ротировать и переместить коронально. Также мелкое преддверие наличия слизистомышечных тяжей выраженных говорит о том, что лоскут не может быть тщательно и правильно мобилизован. Ротированный лоскут. Методика операции. Традиционно, это дизайн разреза. Начинается с измерения глубины рецессии десны. Далее мы откладываем длину, глубину рецессии от вершины анатомического сосочка. Это точка вершины хирургического сосочка слизистой расщепленного лоскута. Формирование расщепленно-полнослойного лоскута. Депитализация анатомических сосочков. Обработка поверхности корня, уже традиционная для вас. Мобилизация слизистой накосничного лоскута. Фиксация пластического материала, если метод выбран двуслойный. И фиксация слизистой накосничного лоскута. Осложнение при методике ротирования лоскута, кронально-смещенного. Традиционное, местное. Расхождение швов. Рецидив, который может вызваться первичными, повторными. Обнажение пластического материала. Гематома, отек. Давайте разберем порядок этих осложнений. Расхождение швов. На что это влияет? На перемещение коронально-смещенного ротирования лоскута обратно в опекальном направлении. Понятно, что ничего благоприятного в этом нет. Это тоже решаемая ситуация. Естественно, уже в последующем, через 3-4 месяца после заживления. Что такое рецидив? Это когда вы провели операцию, прошло 1,5-2 года, и все рецидивы вернулись на свое место. Это говорит о том, что был неправильно выбран алгоритм не самой операции, а методика. Здесь вопросы все-таки к планированию всегда. Обнажение твердой мозговой оболочки или депитализированного десневого трансплантата соединительного тканого. Ну, ничего страшного в этом нет. Это такие первичные осложнения, которые не несут за собой никакой особенно потери в последующем. Просто выглядит это не очень красиво. Обнаженная тему, она просто разорбируется в полость рта. Даст, ну, как такой вариант, не очень приятный запах. А свободный десневой депитализированный трансплантат, он просто эпитализируется, покрывшись фибринозным налетом. Ну, а также у нас не очень какую-то эстетику при первичных, там, после операционных днях, но впоследствии все это заживет. Дематома и отек – это тоже временные, в общем-то, осложнения, которые имеют место быть при любой хирургическом вмешательстве. Осложнения общие. Реактивность на твердую мозговую оболочку, повышение температуры тела на просто хирургическое какое-то вмешательство. Поэтому ничего, в общем-то, тоже сложного и особенного здесь в осложнениях общих нет. Мы сейчас разберем с вами дизайн. Что самое главное, что вокруг чего ротируется и куда перемещается. Напомню, что сам метод называется коронально ротированный лоскут для устранения множественных рецессий десны. Традиционно в этом методе выбирается центральный зуб. Классически это был клык на верхней челюсти, вокруг которого создавалась ротация лоскута путем перемещения не только в корональном направлении хирургических сосочков со смещением, с анатомическим, как мы уже рассматривали, просто при корональном смещении, но и с определенной ротацией для того, чтобы больше была зона прилегания средственно-косничного расщепленного лоскута в области корней и межапроксимальных промежутков. Итак, измеряем глубину рецессии центрального зуба. Откладываем ее от вершины анатомического сосочка с каждой стороны, медиально и дистально, от центрального зуба. Здесь у нас нарисован зуб 23, вокруг него мы будем ротировать лоскут. Отложили, поставили точку. Эта точка будет являться вершиной хирургического сосочка. Дальше мы идем в дистальном направлении. Мы измеряем у зуба 2,4 глубину рецессии и откладываем ее дистально. Мы измеряем глубину рецессии медиальном на зубе 22, откладываем ее на более медиальном сосочке. Измеряем рецессию на зубе 21, откладываем ее на медиальном сосочке. И в дизайн разреза включаем по плюс одному зубу с каждой стороны. Для чего это? Это позволяет нам не делать вертикальных разрезов при данной методике. И дальше, как выглядит дизайн разреза. Вы делаете сулькулярный разрез в области центрального зуба. Последующим вы совмещаете точки, которые вы поставили, где у вас начнется вершина хирургических сосочков, с зенитом с осенних рецессий, с рецессий на соседних зубах. То есть в данном случае медиальная точка вершины хирургического сосочка совмещается с вершиной зенита рецессий на зубе 22, а дистальная точка вершины хирургического сосочка с зенитом рецессий в области зуба 24. Далее вершина хирургического сосочка в области зуба 24 совмещается с зенитом дизайнер в области зуба 25, вершина хирургического сосочка в области зуба 22 с зенитом рецессий в области зуба 21, вершина хирургического сосочка в области зуба 21, с зенитом дизайнер в области зуба 11. Так выглядит дизайн этого разреза. Обращаю ваше внимание, для достижения максимального результата в области зенитов рецессий Лоскус лисенокосничный должен оставаться полнослойным, вот это обозначение FULL или F в области зенита рецессий, в области аппроксимальных зонах хирургических сосочков он должен быть расщепленным, и так до мукогенговальной границы. Дальше весь лоскус становится расщепленным для обеспечения мобилизации. Здесь указана фиксация кранели ратированного лоскута в новом положении. Обращаю ваше внимание, что перемещенный, обратите внимание, слизистый анкосничный расщепленный лоскут в области рецессий, он попадает как раз в полнослойный лоскут с надкосницей, закрывает рецессий, а аппроксимально расщепленный хирургический сосочек совмещается с деэпитализированным анатомическим. Фиксация лоскута происходит сначала вокруг центрального зуба, зуба 23, двойным обвивным петвелевидным швом, с последующим ушиванием в дистальную сторону, а потом в медиальную. Продолжение следует...